На одну ночь Казанский федеральный университет превратился в загадочное и мифическое место. Здесь прошла 10-я юбилейная серия научно-популярного проекта «Про наука в Кафу». Как отметил ректор университета Ильшат Гафуров, несмотря на холодную погоду, пришло много детей, студентов и родителей. Ночь науки состоялась в честь 214-го дня рождения университета. Идея была такая, чтобы обыватели, люди, которые живут в Казани прежде всего, они приобщились ко всему тому, что делает наш Казанский федеральный университет. Побольше узнали о нем. Особый интерес к ночь науки в Кафу проявил и первый заместитель министра образования науки Республики Татарстан Андрей Поминов. Это действительно брендовый проект для республики в целом, не только для федерального университета. Вот эта форма, она наиболее интересна, наиболее современна, наиболее востребована. И год от год количество ребят и родителей, которые приходят сюда, подтверждает, что эта форма и дальше будет жить. В своих лекциях преподаватели Казанского университета рассказывали о работе человеческого мозга, о роботах, фантастических существах и многом другом. Доцент химического института имени Бутлера ВКФУ Аркадий Курамшин развенчал несколько мифов правильного питания и здорового образа жизни. Совершенно не очевидный для многих миф. Многие говорят, что на ночь ни в коем случае не нужно пить складку и газировку, лучше выпить стакан молока. На самом деле калорийность стакана молока в полтора раза выше калорийности газировки, поскольку в молоте содержится еще и жиры. Помимо лекций всех участников ожидало научное шоу, фокусы и феномены, выставка от музейного комплекса КФУ, книжная ярмарка и химические опыты. Мы представляем секцию продукта питания под микроскопом. Особенно это для садоводов и огородников будет интересно и актуально, когда они могут подойти к нам и узнать, что нужно сажать. То есть так и детишкам будет интересно, как выглядит, например, картошка под микроскопом или же свекла. Все желающие могли сыграть в футбол будущего, они умело управляли с компьютера робофутболистами. Гости проверили свою интуицию в увлекательных экспериментах, узнали, кто считался самым большим фальсификатором в истории и почему люди видят инопланетян. На ночь науки пришло около двух тысяч человек. Интерес был к происходящему как со стороны детей, так и взрослых. Я пришла сюда, чтобы узнать более подробнее про интересных организмов, которые живут в наших водоемах, в каких-то местах, которые мы не знали. Мне интересна тема программирования, в общем, хочу связаться с этим профессией, свое будущее. Да, один из главных вузов, когда хочу поступить, скорее всего, будет КФУ. Сейчас я разбивала розу. Мы розу поместили в сосуд жидким азотом, она замерзла, а потом мы ее разбивали. Было много всего связанного с микроскопом. Посмотрела. Конечно же, это все впервые, потому что это мне очень впечатлило. Гости принимали участие в играх и викторинах, а лучшие ответы были отмечены призами от партнеров проекта. Ночь науки началась в 17.00, а с 9 до 11 вечера гостей ожидала развлекательная программа, выступление творческого коллектива Инженерного института, научный стендап, а также электронная и экспериментальная музыка. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз.